Девушки отдыхают Devil May Cry 5 Продолжение моей самой любимой серии видеоигр, каждая часть которой, без исключения, мне очень нравится. Анонс игры был настоящим подарком фанатам, которые вот уже целых 10 лет ждут продолжения старой истории. Это настоящий праздник, который можно отмечать наравне с Новым Годом или Днём Рождения. Именно так я могу охарактеризовать это событие для себя. С вами Григорий Усачёв, и в этом видео я хочу с вами поговорить о том, каким должен быть Devil May Cry 5. Это видео посвящено больше геймплейным особенностям, нежели сюжету, но и о нём у меня есть пара слов. Если коротко, то тут я полностью полагаюсь на фантазию сценаристов. Однако при этом, очень хочется, чтобы события предыдущих игр, в том числе и аниме, не оставались за бортом, и так или иначе напоминали о себе во время прохождения, в виде диалогов, всевозможных отсылок или пасхалок. Например, было бы чертовски круто услышать разговор Данте и Нера, где они вспоминают о битве со спасителем, или, например, услышать рассказы Данте о его похождениях на острове Мундуса и так далее. Перейдём к геймплею. Каждая игра в серии привносила что-то новое в геймплейную механику, поэтому в первую очередь я надеюсь на более глубокую и интересную боёвку. Нам известно, что в игре будет три играбельных персонажа – Нера, Данте и неизвестный В. Чтобы вытворять ещё большее безумие на экране, было бы классно переключать всех трёх на лету во время комбо, как в каком-нибудь файтинге. Хоть это бы и выглядело странно и неестественно, но можно, допустим, такую опцию разблокировать после прохождения игры на повышенных уровнях сложности, как было с суперкостюмами в предыдущих частях. На мой взгляд, это самый простой и эффективный способ многократно углубить боевую систему. Учитывая, конечно, что все кнопки геймпада заняты одним только Данте, важной задачей будет грамотно реализовать переключение героев. Также я бы хотел увидеть дальнейшее развитие идеи, заложенной в прошлой игре от Ninja Theory, а именно использование окружения для расправы над врагами, на манер проезжающих мимо поездов и вращающихся с бешеной скоростью аттракционов, что также определённо добавит зрелищности и глубины боевой системе. Следующий пункт является самым важным в списке моих хотелок, без которого я вообще не вижу для себя DMC-5, да и любого другого слэшера с богатой игровой механикой, вроде той же анонсированной Bayonetta 3. Поэтому хочу его выделить красным жирным цветом, с множеством восклицательных знаков. Это обязательное наличие продвинутого тренировочного режима, включающего в себя особенности трейнеров, которые есть на ПК. Это сторонние программы на манер читов, их активно используют комбо-мейкеры в своих видео, ведь они значительно облегчают задачу продемонстрировать зрелищный геймплей. Отличным примером для подражания служит трейнер Spoiler All, которым я и сам постоянно пользовался. В нём очень много разных опций, об особо важных я расскажу чуть дальше, и все эти годы именно он продлевал жизнь стандартной Devil May Cry 4 для меня. И всё бы ничего, народные умельцы 100% сделают аналогичный тренер и для DMC-5. Только вот для справочки, на ПК я не играю уже много лет, а на консоль, как известно, никаких трейнеров и модов, увы, не поставишь. Чтобы стало понятнее, насколько этот пункт важен для таких игроков, как я, представьте себе обычную птицу. Она может летать высоко-высоко в небе, но и ловят, и помещают в клетку, где она уже просто не может расправить свои крылья. Как бы красноречиво это ни звучало, но именно так я себя чувствую в консольной версии DMC-4 Special Edition. После шедеврального переиздания DMC Definitive Edition, в которые добавили Must Style Mod, Gods Must Die, Turbo Mod, Hardcore Mod, отключение таймера в арене, Казалось бы, разработчики внесли всё самое необходимое, что до этого было только в трейнерах, и наконец осознали, что все эти функции должны быть по умолчанию в игре. И вот, с загоревшимися глазами, ты ждёшь всего этого и в скоро выходящем DMC-4 Special Edition, а там из всех нововведений только три новых персонажа. На, я тебе подарил Бугатти Верон, но ты из деревни только не уезжай, да и не гони, а то петухов ещё задавишь. В итоге, меня очень расстроило, что в Special Edition не оказалось всего того, что было в Definitive Edition. Выбил платину, и всё, делать там больше нечего. А теперь, давайте уже говорить конкретнее, какие именно дополнительные трейнинг-опции должны присутствовать по умолчанию в DMC-5. Первое. Возможность включать противникам бесконечное здоровье для тренировки и полёта творчества в плане построения красивых и многоэтажных комбо. Поговорим о Вергилии в DMC-4. Будучи машиной для убийства демонов с огромным комбо-потенциалом, он оказался слишком имбовым по части урона. Даже на сложности ДМД боссы и рядовые противники умирали слишком быстро от его сокрушительных атак. Делать даже среднее по продолжительности комбо на стандартном враге оказывалось довольно сложной задачей. Для демонстрации данной проблемы сделаем небольшое сравнение. Для начала взгляните на моё комбо. В моём арсенале есть призывные мечи, Devil Trigger, 3 оружия, Judgment Cut End и я пущу всё это в ход. А, ты сдох с пары тычков. Пипец. Это никуда не годится. Чтобы хоть как-то снизить титанический урон противнику, я оставил призывные мечи без прокачки и перед началом комбо всякий раз опускал полоску концентрации до нуля. Взгляните на получившиеся нарезки. И вроде бы результат получился неплохим, да? А теперь сравните это с видео другого комбо-мейкера под ником N472, где он использует бессмертного моба. При этом он вообще не парится, что у него полная полоска концентрации и вдобавок включён Devil Trigger. Каков результат? Комбо N472 длится намного дольше и выглядит красивее, нежели у меня. При этом он использует очень мощные приёмы. И хотя я и сам смог бы так сделать и получить огромное удовольствие от этого, но у меня просто нет для этого возможности, поскольку противник умирает слишком быстро. Вспомните мой пример с птицей. К тому же отдельной головной болью выступает местонахождение нужного вам противника. Добрались вы до него где-то в середине миссии, начали делать комбо и в чём-то напортачили. А ведь красивое и трудное комбо получается далеко не с первой и даже не с десятой попытки. При таком раскладе всякий раз приходится перезапускать всю миссию, ведь начать с последнего чекпоинта, так как в DMC Devil May Cry нельзя. И хотя во время выставки Gamescom нам и показали тренировочную комнату, похожую на ту, что была в прошлом в DMC, хотелось бы не просто одного единственного противника посреди пустого пространства, куда приятнее будет тренировать свой скил непосредственно на уровнях, с красивым окружением и с любым интересным для игрока противником. Данную проблему легко бы решил Мастайл мод, который есть в DMC Definitive Edition. В нем урон наносится противникам только тогда, когда ваш ранг стиля на уровне S или выше. Едем дальше. Вторая тренер-опция, которую я также хочу видеть в игре. Возможность выбора любого босса в арене, без унылого прохождения десятков этажей, чтобы до него добраться. Боссы в Devil May Cry всегда были одной из сильных сторон серии. Одним из лучших лично для меня является Кредо. Напомню, что в сюжетной кампании битва с ним возможна только играя за Неро. Мне очень нравилось сражаться с ним по несколько раз подряд, при этом не тратя время на то, чтобы до него добраться. Трейнер Спойлер Ал давал такую возможность. С его помощью можно поставить Кредо на первый этаж Кровавого Дворца. При этом в качестве персонажа я выбирал не Неро, а Данте. Данная битва определенно стоит того, чтобы из раза в раз ее повторять. Чтобы совершить эту двухминутную потасовку без трейнеров в условиях, которые предоставляет игра, нужно полчаса добираться до него в Кровавом Дворце. И это при условии, что вы не умрете на пути к нему. Совсем печально будет, если вы захотите биться с Данте, играя за Данте или за Триш, ведь для этого вам придется пройти всю арену от начала и до конца. И так каждый раз. Согласитесь, что это полный бред и совсем неудобно. Поэтому решения данной проблемы я также жду. Вообще, на прошедшей конференции PAX West 2018 Capcom анонсировали трейнинг-мод. Анатолий, что многие люди задают на твиттере, что есть ли у них трейнг-мод? Есть ли у них трейнг-мод? Ну, опять же, мы будем официальны что, да, есть трейнг-мод в Кровавом Дворце. И это говорит, что люди задают в твиттере, трейнг-мод. И, конечно, мы пытаемся Данное заявление меня ну очень обрадовало, хочется верить, что Capcom подошли к данному вопросу со всей ответственностью и сделают всё грамотно. В этом плане меня очень порадовали Platinum Games со своими Debug Mode и Debug Room в нейроавтоматах. Надеюсь в дальнейшем разработчики любых слэшеров будут добавлять в свои игры тренинг опции, что даст возможность удобно изучать и применять боевую систему. В общем-то на этом кончается список нужных мне вещей в Devil May Cry 5, их наличие сделало бы DMC поистине идеальным для меня. Ну а теперь уважаемые зрители, ваша очередь. Ждете ли вы что-то из того, о чем я рассказывал в этом видео? Если это так, то ставьте лайк, или возможно у вас есть совершенно другие ожидания, обязательно напишите мне об этом в комментариях. Вступайте в группу ВКонтакте CrazyDevilMayCry, следите за свежими новостями по DMC, ссылку вы найдете в описании. Ну а с вами был Григорий Усачев, всем удачи и отличного настроения. До новых встреч в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok